Роль Ивановцев в Великой Победе сложно недооценить. С первых дней войны наши земляки активно включились во всеобщее сопротивление. За пять лет добровольно и по мобилизации из региона ушли на фронт около 70 тысяч человек. 27 тысяч из них домой не вернулись. Такова была цена победы от нашей области. В перечне героев Советского Союза 158 ивановцев. Осенью 1941 года фашисты совсем близко подошли к границам региона. Иваново и прилегающие районы были объявлены тыловыми. В городе появились многочисленные бомбоубежища, во дворах сооружали укрытия, границы края укрепили дотами, дзотами и противотанковыми ежами. Один раз на территорию города даже сбрасывали бомбы. Все мужчины и женщины от 16 до 60 лет прошли обучение правилам противопожарной и противохимической обороны. На случай налетов вражеской авиации в городских районах и при крупных жилых домах были созданы боевые группы. Все мужчины от 16 до 50 лет, не попавшие на фронт, обязаны были носить оружие. В регионе развернулась сеть эвакуационных пунктов и госпиталей. Совершали наши земляки и трудовые подвиги. Только один меланжевый комбинат выпустил за годы войны 100 миллионов метров тканей, из которых можно было пошить форму на 12 миллионов бойцов. Ивановская область сыграла свою большую, незаметную, но очень важную роль. Это город Труженик, город, который без тыла не бывает победы на фронтах. 38 тысяч ивановцев были награждены медалью за самоотверженные труды в Великой Отечественной войне. Так что вот тыл, фронт, все сплелось, и мы можем гордиться, что у нас и полководцы были, и замечательные фронтовики. Есть список Шендлера, а есть списки из Серзона. Их 10, в них имена и фамилии воинов, которые ушли из Ивановской области сражаться за родину и погибли под Сталинградом. Многие лежат в братских могилах. Долгие годы своей жизни Лазарис Серзон отдал тому, чтобы найти родственников погибших героев. Начал Лазарь Матусович с поиска отца. Он пропал без вести в январе 43-го. В память о нем осталось только несколько писем и нечеткая фотография. Нас направили на передовую линию фронта. Там я побыл некоторое время. И в данное время я нахожусь километров за 30 от фронта. Чувствую себя хорошо. Так что беспокоиться во мне нечего. Основное смотри за собой и детьми. Скоро мы уничтожим проклятых фашистов. И тогда заживем. Будь здоров. Больше 30 лет сын искал место захоронения своего отца. Когда нашел, понял. Такие же чувства должен пережить каждый, у кого война отняла близких. Немцы, когда форсировали реку Дон, это было бы 17 июля, по-моему, 42-го года. Излучина Дона вот такая вот. Там войск наших было мало. Они форсировали реку Дон и переправились на эту сторону и пошли на Сталинград. Прямой путь это и Лавлинский район, и Городищинский район. Это где-то порядка 100-150 километров. Сейчас не совсем точно вам говорю. Это прямой путь. И вот разрыв обороны по фронту был около 8 километров. Там никого не было. Ну, очень мало войск было. И наши стали туда моментально войска перебрасывать. Ну, у нас наша в Иванове формировалась 49-я стрелковая дивизия. Она закончила формирование в августе 42-го года. Ее сначала направили под Калугу. Но вот когда случились вот эти события, вот ее моментально развернули туда. Она формировалась по штатам еще первого военного времени, так сказать, 17 тысяч человек. И когда она пришла туда и в начале сентября вступила в бои, то за сентябрь и октябрь месяц потеряла больше половины личного состава. Дивизии в этой мясорубке теряли до 95% личного состава. Там нет и места, где бы не лежало тело. Срок жизни солдата под Сталинградом был сутки или двое. Погибшие исчислялись десятками тысяч, хоронили их в братских могилах. Только в одном городищенском районе Волгоградской области таких 15. Родственники не всегда получали похоронки с конкретным местом захоронения. Затратив невероятное количество усилий, потянув за все возможные ниточки, Лазарь из Сирзон нашел имена ивановцев, захороненных там. Так и получились 10 списков. Из Америки звонили, из Германии. А у нас-то из почти всех областей родственники находятся. Вот, конечно, звонят, конечно, благодарны, но очень жалко, что мало. Ведь моих-то сверстников уже немного осталось. И вот люди там в районах, от которых зависит этот поиск, не занимаясь этим делом, а уходят, мои сверстники так и не узнал. Сейчас век интернета и современных технологий искать ничуть не легче. Родные погибших находятся, увы, не часто. Всего в списках из Сирзона 738 погибших солдат. Родственники нашлись лишь у третьей. Лазарь Матусович дает объявления в газеты, обращается к местным властям с просьбой о помощи. Навстречу идут не все. Каждую возможность Сирзон использует, чтобы озвучить данные о погибших. Вдруг близкие услышат и откликнутся. Сейчас его душа болит за родственников погибших в Витебской области Белоруссии, авиадесантников-партизан, чьи тела местные власти будут перезахоранивать. Несколько родных ивановских бойцов найдены, остальных только предстоит отыскать. Очень хотелось бы попросить вас. Не найдены родственники Селиверства, Максим Иванович, вот здесь вот. Он из деревни Вышковец Тумского района, Тумского сельского совета Небыловского района. Это Владимирская, это была Ивановская область. Мать этого Селиверства, Максима Ивановича, Екатерина Семеновна, проживала в городе Иванове, улица Войкова, дом 30. Каждое 9 мая Лазарь Матусович и родственники погибших под Сталинградом отправляются на кладбище в местечко Булино, куда сын героя войны когда-то привез землю с братской могилы. Для воинское захоронение стоит солдат на пьедестале. Под этим пьедесталом положили 9 плит. И там фамилии 100 ивановцев, которые призывались в моих списках. На то время их было 100. Вот фамилии их и даты рождения и гибели. Огромное спасибо ивановским властям. В частности, речь идет Александр Германович Фомине и Вячеславу Михайловичу Сверчкову, которые незамедлительно все это дело сделали, ну в общем, как для себя. Человек жив, пока жива память о нем. Этим принципом руководствуется Лазарь из Сирзон. Дело всей его жизни сделало счастливым не одну тысячу людей. И останавливаться он не собирается. Война закончилась больше 70 лет назад. Но пока все семьи не найдут погибших близких, его дело будет жить. Наш телеканал «Списки из Сирзона» начнет публиковать со следующей недели. Субтитры создавал DimaTorzok